Друзья, я вас приветствую на канале Осложенном Просто. Меня зовут Сергей и я сегодня буду говорить коротко по теме картинки в блоге. Собственно это все из опыта, я просто хочу им поделиться. Опыт разработок у меня более 25 лет, поэтому есть что рассказать. Итак, я всегда знал, что можно картинки, например, для блога, для вашего сайта, хранить в базе данных. И это первый вариант, я от него отказался, потому что неудобно конвертировать, пост обработка и все такое, их занимает база и потом. В общем это сложно на самом деле. Поэтому правильный вариант для меня был всегда хранить картинки в папке на сайте. Ну то есть папка upload, например, для моего блога или там downloads и где лежат эти картинки, которые имеют напрямую ссылку в пост. И это до определенного момента работа, я работала больше 10 лет, и в общем-то в блоге, надо сказать, мне не так много записей, ну и собственно картинок накопилось там порядка больше 80 мегабайт, мегабайт. Прошел учесть, что это не очень много. И в какой-то момент я, в общем, все-таки дошли руки и настроился оседить, то есть доставку контента по гид-экшенс, так называемый. То есть по триггеру срабатывает обработка, билд и публикация блога на VPN, на WDRS машину, то есть на выделенный сервер. И это все делалось при помощи определенного механизма, я не знаю, там WebDiploy или там SSH или там еще и всякие разные другие механизмы. Ну и в общем получилось так, что этот механизм перестал работать, потому что картинок их вес небольшой, но количество их достаточно большое. Поэтому публикация занимала больше 10-15 минут и процесс просто тупо прерывался, потому что невозможно в некоторых программах, которые делают этот delivery контент, доставлять, да, то есть гид-экшенс поставить тайм-аут, что увеличить его или изменить. В гид-экшен есть другие, так сказать, экстеншены, которые подписаны другими разработчиками. В общем, попытка договориться, увеличить какой-нибудь тайм-аут на определенное выполнение операции. Ну, надо сказать, что, скажем так, не завершился успехом, поэтому есть нюансы, что просто не может отработать по нескольким причинам сам, вся CD не может поддерживать это, используемые механизмы не могут поддерживать тайм-аут. В общем, это плохо и на самом деле не очень эффективно. Особенно если учесть, что когда вы пишете программу, то есть, например, свой блог или чужой блог, и доставляете программное, то есть изменение программы, то картинки при этом как бы не пришей, как говорится, копыль и хвост, валяются, и я в большинстве случаев их просто не публиковал, игнорировал, то есть копировал через обыкновенный файл ZIL, например. Вот, и выяснилось, что это на самом деле не очень удобно, и я пришел к поводу, что лучше сделать штуку, которая будет иметь так называемый маппинг, да. То есть у меня есть таблица в базе данных, в которой название темплейта и место, где реально хранится картинка. Это может быть другой API, или там АТВС-С3, да, то есть хранилище какое-то облачное, где просто лежат картинки, которые можно посмотреть, зайдя туда или там, я не знаю, не зайдя там по паролю. В общем, в блоге у меня есть ссылка, то есть шаблон, которая в процессе открытия изменения или там редактирования или удаления делает еще определенный набор команд в облако и говорит, нужно это удалить, это там обновить, это добавить, это загрузить. И просто подмена ссылок происходит, то есть в базе непосредственно лежат шаблоны, а при отображении на UI происходит подмена, вот такой вот я как бы простой вариант. Собственно, я выбрал, но, наверное, он простой вариант для хранения публикации, для реализации это немножко посложнее будет, но теоретически я могу в любой момент поменять провайдера и подменить другие ссылки, у меня есть пакетная обработка, в общем, вот таким вот опытом я с вами решил поделиться. Это короткие видео по теме, меня зовут Сергей, я с вами обращаюсь и пишите правильный код.